Первое слово Божие говорит послание Петра, что мы стали причастниками божеского естества, то есть вообще мы стали причастны Бога, это благодаря его обетованиям, обещаниям, его слову, которое он пообещал. Все начинается с этого, Писание говорит в начале слова, и когда мы это принимаем, вы знаете вообще, мы спасаемся не по молитве, потому что кто-то думает, что мы спасаемся по молитве, и мы рождаемся, нет на самом деле, в Библии мы такого не найдем, нет вообще такого, мы спасаемся через Божие Слово, как от нетленного семени, Писание говорит, мы родились свыше от Слова, потому что Бог действует Словом Своим, и когда мы принимаем это Слово, вот Слово о Иисусе Христе, вот в этот момент, когда мы его принимаем, и Слово стало плотью, то есть вот мы принимаем Слово, И оно внедрилось в нас. Конечно, да, и вот через это мы стали частью самого Бога, то есть причастны, и мы рождаемся свыше от Слова, когда мы принимаем его, и то же самое Дух Святой, мы должны понять, однажды вот апостолы пришли, они начали рассказывать, ну, Евангелие о Духе Святом, и они сказали, мы даже о нем и не слышали, хотя, ну, то есть они слышали что-то о Христе, что-то они были крещены в Иоанново крещение, но не важно, и они начали, они рассказали о Духе Святом, и на них сошел этот Дух Святой. И так же само мы должны понять, что есть у нас Божье Слово, которое говорит о Боге и о Духе Святом, и поэтому нужно Слово. И вот Слово говорит, что Иисус так сказал, что Он, Дух Святой, излит на землю, Он сегодня здесь, Дух Святой здесь. Вот знаете, если бы Иисус Христос не умер, то мы бы не могли, не умер и не воскрес, мы бы не могли принять Духа Святого. Но Иисус умер и воскрес, и вот Он сказал, когда я уйду, тогда я пошлю Духа Святого. Он ушел и послал этого Духа Святого, который с нами сейчас, и нам его просто нужно верой принять, принять, призвать, попросить Отца, и который дает написано всем, просто, без всяких проблем. Если мы нуждаемся, если мы хотим, если вы хотите, вы можете просто попросить, и Дух Святой будет излит на вас, только попросите с верой, без сомнений вы это получите. И, конечно же, важно дальше уже развивать отношения с Ним. Но я хочу сейчас заметить одну вещь по поводу исполнения Духом Святым. Что я заметил? Что многие христиане, и я раньше, вот в жизни своей, я понял, что я вообще не умел исполняться Духом Святым. Я был крещеным Духом Святым. Я говорил на иных языках, но я не знал, как исполняться Духом Святым. И об этом говорит апостол Павел, что не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. И я даже этого не понимал. И вы знаете, когда вот я это пережил, когда я принял эту истину по поводу исполнения Духом Святым, именно когда мы исполняемся им, когда мы вот входим в это Божие присутствие, моя жизнь изменилась, мое служение изменилось. Бог меня повел в народы и действует, и Бог начал совершать чудеса и знамения. На каждом служении, я вот не совру, не солгу, не слукавлю, на каждом служении, на протяжении многих лет, вот на каждом люди получают исцеление и освобождение от демонов и бесов. И это не благодаря мне, а это Дух Святой. Потому что есть истина, когда мы исполняемся Духом Святым, именно исполняемся, то Дух Святой начинает просто двигаться сам так, как хочет он. А Дух Святой всегда хочет исцелять, освобождать и нас благословлять. Поэтому наша задача быть им исполненным. И вот я привожу пример, потому что Бог мне показал пример, как гнев или блуд. Очень легко, потому что многим понять похоже. Потому что люди видят это. Да, да. Что касается гнева. Что вот если исполняться Духом Святым, не для всех понятно. Но исполняться гневом это легко. Вот знаете, мы видим раздраженного человека. Состояние такое. Да, состояние. Он в гневе, раздражен, в бешенстве. Дух гнева. Дух гнева, да. Гневливый дух говорит Библию. Кто-то подрезал, просто стоит спичку зажечь. Подрезали тебя. Да. У него это внутри. То есть ты понимаешь, этот человек исполнен гнева. Исполнен ненависти. Есть люди, исполненные обиды. И то же самое блуд. Есть люди, они этим захвачены. И как люди исполняются, скажем так, или как они начали исполняться, а потом в этом ходят просто постоянно. Начали с маленьких вещей. Может быть, порнографию смотреть. Потом мысли пошли. Мысли, понятно, да. И больше, больше. И его это захватило. И потом он уже и не хочет. Он понимает, что это плохо. У него, может быть, есть жена, дети есть. И он любит свою жену. Но он ничего с собой поделать не может. Он просто ходит, думает постоянно о блуде. Потому что дух переполнил его. Да, да. Стоит увидеть какую-то женщину, и он сразу, у него мысли о блуде. И вот, послушайте, исполнение Духом Святым. Мы должны понять, если сравниваем, может быть, не очень хорошее сравнение, но исполнение Духом Святым, это ты не просто, знаете, если ты исполнишься гневом, это видно. Это же, ну, то есть ты не можешь быть радостной. Любишь всех. И говоришь, я в гневе сейчас, друзья. То есть ты говоришь, нет, ты не в гневе. В гневе это ты кричишь. И вот то же самое в Духе Святом. И я заметил, многие христиане, они говорят, Дух Святой со мной. Ну, вот, знаете, то есть и ты не видишь этого. Слушай, ну, не знаю, не понятно, не похоже. Не переполнен ты Духом Святым. Да, вот, вот. И мы, когда мы исполняемся Духом Святым, мы уже понимаем первые плоды какие есть. Мир, воздержание, вера. Крутость. Долготерпение, да. Вот мы сегодня тоже об этом говорили, что, к сожалению, вот, ну, я, некоторые служители, некоторые христиане, то есть вроде классно, хорошие вещи говорят. То есть вот, ну, вот отстаивают там за истину, но нет любви, нет кротости, нету долготерпения, мира нету. И ты смотришь, как вообще, ну, то есть так тяжело жить. И я понимаю, нужно одно, Дух Святой. Исполнится Духом Святым. И я хочу сказать это легко. Я хочу у Михаила спросить. Михаил, как ты бы преподал и поделился этим посланием, чтобы наши зрители переполнились Духом Святым? Ну, вот, Илья, хорошо так начал, как-то не хочется перебивать, я слушаю внимательно. Ну, на самом деле, послание эфицианам, если мы читаем дальше, там написано, что исполняйтесь Духом, назидая самих себя, пояя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря за все Господа Иисуса Христа. То есть это пребывание в Божьем Слове. Аминь. Тут пришло Слово, положил руку, и пусть эта рука будет Иисуса для человека, и Дух Святой делает. Поэтому в моем понимании это исполнение Духом Святым, да, это пребывание в Его Слове, пребывание в Его силе. И есть еще один момент, конечно, ну, сейчас так смотришь на тебя, не скажешь, что ты, ну, исполнен Духа Святого. Иногда начинаешь говорить, да, сразу это видно. Это как вот какой-то бутылочка, сосуд прикрыт, как только крышечку открыл, оттуда пошел аромат. Вот это наша жизнь, да, мы вроде такие же спокойные люди, как и все, но когда приходит момент, Дух Святой приходит, мы начинаем действовать. Я верю, что это возможно, и когда Дух Святой изменяет наше сердце, то Он дает плод, как вы уже говорили, да, любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, крутость, воздержание, где позволяет человеку жить в общении с Богом, правильно относиться к людям и свой характер. Ну вот чуть-чуть вкратце. Как ты молишься с людьми о исполнении Святым Духом? Очень просто, скажи просто, Дух Святой, приди, и Он приходит. Потому что здесь не надо, некоторые моменты, когда человек, проблема вот в чем, проблема в разуме. То есть, когда ты начинаешь говорить человеку, что ты можешь принять Дух Святой сейчас, да, он начинает думать, так, как это возможно? Я говорю, ты этому никогда не учился, этому научить невозможно. Когда ты открываешь свое сердце, да, в этот момент ты просто доверяешь Богу свой язык. Вот, ну, есть, некоторые есть свечения, не будем сейчас говорить, кто и как, говорят, вот, там, типа, вы придумываете и так далее. Но, как вот мы взяли контрасты сегодня, да, я тоже возьму контраст. Дьявол имеет свой язык. И мы знаем его, и многие... В смысле, матерный, ругательный? Да, да, это вот язык, вызывающий демонов, бесов, проклинающий и так далее. И у Бога есть язык, который Он дает каждому человеку индивидуально. И это особое время, когда человек получает вот эту особую радость. Мое, может быть, свидетельство, короткое, я быстро расскажу. Когда мне было 18 лет уже, я лично принял Христа Иисуса своим спасителем. Вот, и был момент, когда мне сказали, тебе нужно наполниться Духом Святым, потому что передо мной было три года службы в МФ. Да, я должен был, как бы, там как-то вот, ну, держаться. Да, да, держаться. И без Духа Святого мне сказали, ты не сможешь. Я говорю, я понимаю, ну, что делать? Да, и в этот момент мне сказали, давай будем молиться тебе. Молились за меня, там, часа два. Я, значит, пытался понять. У меня фамилия такая, Баранов, понимаете, вот, ну, пока вот, ну, пастор Баранов там и так далее. Ну, и овец тоже. Как овечки. Да, да, да. Я вот такой вот, ну, я думаю, ну, как это придет? И вдруг чего-то, наконец-то, мой разум устал понимать, что-то я что-то сказал такое. О, слава Богу, Бог дал ему Дух Святой. Я не понял, но я почувствовал. Я скажу вам, это не просто какой-то эмоциональный момент, это внутренний момент, когда ты, я почувствовал, что-то как будто вот как ручеек такой зажуржал, вот так вот, где-то внутри. И потом меня проводили на поезд, это было в Паталово, я ехал восемь часов на поезде. И мне сказали, тебе нужно развивать это, развивать. Так, молись, просто верой бери это. Я пошел в тамбур, ну, застелил постель, пошел в тамбур, думаю, дай хоть пять минут помолюсь. Так, чувствую, что-то руки устали держаться, потому что поезд же у нас же, поезда быстро ездят такие вот, колышут все. Я стою такой, что-то чувствую, руки устали, ноги устали, там народ какой-то ходит. А я в голос, там же шум в тамбуре-то. Потом смотрю, но чувствую, три часа прошло. Вот почему не устали. Да, да, просто, как пять минут. Поэтому иногда люди говорят, как можно молиться, час, два, три. Слушай, когда Дух Святой сойдет на тебя, ты забудешь обо всем, когда счастливые часов не наблюдают. То есть ты просто молишься, ты открыл для Бога, и это меняет твое сердце, и тогда тебе уже все равно, что происходит вокруг. Ты знаешь, ты в руках Божьих, Бог с тобой. И это сильное слово, Деяния 10.38, да, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса. То есть Он дает нам помазание. Помазание – это то, что ты не можешь сделать сам. Вот люди говорят, да, вот ты говорил про бесов. Как это, что значит, ну, как бесов изгнать-то? Ну, они скажут, да иди ты там. Нет, не скажут. Потому что, помнишь, да, Иисуса знают, Павел неизвестен. И нас знают они. И мы сегодня идем по этой земле. Они знают, кто мы. Божьи ангелы охраняют и берегают. Если есть какая-то ситуация, то это не для того, чтобы мы опустили руки. Но наоборот, сказали, умолкни, перестань. Аминь, аминь, аминь. Друзья, давайте просто вот сейчас совершим эту молитву, еще раз совершим эту молитву. Пусть те, кто не приглашал, чтобы Дух Святой переполненный войдут в эту молитву. Я родилась свыше, можно сказать, в харизматической церкви, где просто так же, как и за Михаилом молились в Пятидесятнической церкви. Говорили, молись, ну и нужно действительно довериться Богу. И из тебя потечет незнакомый язык. Это будут неизвестные слова. Ты просто доверься Богу с сердцем поклонения. И я помню, что я действительно хотела сказать, Боже, спасибо, я славлю тебя. Но вместо этого из моего рта стали исходить какие-то незнакомые звуки. Кстати, извини, перебью, вот в этот момент, как ты говорил, в этот момент, когда человек наполнен Духом Святым, он и хочет сказать, слава тебе, Дух Святой. Понимаешь, вот как определить, наполнен человек Духом Святым или нет, он славит Дух Святой. И в этом нет никакой ереси, это правильно, это здорово. Мы говорим, благодать Господа Иисуса Христа и общение Святого Духа, то есть вот и важно. То есть Дух Святой с нами всегда. Аминь. Как вы затронули эту тему, она мне просто очень нравится. Некоторые говорят, вот тогда об это было, я говорю, ничего подобного, до сих пор Дух Святой здесь. Абсолютно. А теперь он в нас, мы имеем это переживание. Абсолютно, абсолютно. И это обещание, это за него умер Христос. Аминь. Вот если мы это понимаем. За обещание или за Дух Святой? Да, за это обещание. Чтобы он был с нами? Да, 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 он умер за это, чтобы мы сегодня были наполнены этим Духом. Абсолютно, друзья. Абсолютно. Абсолютно. Просто Дух Святой на языке. На всякое благословение Абрама. Аллилуйя. Поведи в молитве, пожалуйста. И вот я коротко, по поводу еще исполнения Духом Святым. Это 100% так и есть, как пастор сказал. И вот там же написано в Ефесянам, по поводу вот еще исполнения, вот небольшая такая деталь, да, что написано, как «поя и воспевая в сердцах своих Господу». Поя и воспевая. То есть вот именно в сердце. Почему в сердцах? Можно, знаете, петь вот на уста, но не в сердце. То есть мы просто поем «слава тебе», ну там вот что угодно мы можем петь. Но когда мы это делаем в сердце глубоко, вот это на самом деле ключ. Вот вроде так вот просто вообще. Именно в духе. В духе. Буду петь духом, буду петь умом. Буду петь умом, да, вот. Но вот когда мы это делаем глубоко, вот знаете, от сердца. Можно читать Писание, знаете, вот просто лишь бы прочитать. А можно глубоко, вот вникая туда, вот что хочет сейчас Бог мне сказать. Также можно молиться, можно поверхностно помолиться, на служении сидеть поверхностно. И вот когда мы это делаем глубоко, когда мы вот в сердце своем по-настоящему, не просто устами своими даже славим, но и в сердце своем. Вот ему вот просто осознавая все, вот в каждое слово вдаваясь, и чтобы это искренне, вот от сердца, это нетрудно, знаете. Это похоже, вот я вам хочу сказать, помните, как из фильм, ее полгода мазали маслами одними и полгода мазали маслами другими. Притирание. Да, притирание. И также это слово иудеи называют умащиванием. Умащивание. Да, да, да. Вот, и то же самое делали с Иисусом. Втирали в него масло перед погребением. И тем самым приготовляли его тело к погребению. Написано так. Вот послушайте, когда мы вот поклоняемся глубоко, молимся Духом Святым, вот именно на иных языках, поем, писаем. Вот, кстати, по поводу иных языков, три действия. Мы можем говорить на иных языках, молиться на иных языках и петь на иных языках. И об этом написано все в Писании. Петь, говорить и молиться. Вы можете это практиковать. Вот, ну, Духом чувствуете. Мы можем петь на иных языках. Просто говорить или молиться. Это разные действия. Но все высвобождает помазание. И вот, когда мы глубоко поклоняемся, ты вот в это входишь в состояние умащивания, притирания Богом, Духом Святым. То есть, вот ты пропитываешься. Хорошее слово, пропитываешься. Да, и тем самым ты приготовляешь тело свое для встречи с реальностью Духа Святого. И, ну, как было у Исфири, ее целый год мазали перед встречей с царем. Это образно все. То же самое, вы знаете, и у нас. Когда вот многие просто не готовы. Знаете, мы живем вот в суете, в этой жизни, как бы, да. И мы вот для нас Бог, вот что-то, реальность вот эта духовная, она вот где-то, знаете, далеко, да. Я живу, у меня проблем столько, кредиты, долги, дети, школа, там еще что-то. Ну, потому и проблема, что далеко. Да, да, да. Именно, именно. И так трудно, да. И Бог хочет, Он и хочет явиться, и проявиться, и в нас, и через нас. Но вот нужно приготовиться. И вот помазание, вот это Духом Святым, вот оно помогает. Поэтому вы можете, вот каждый день, я всем рекомендую, молиться. Вот мы о чем-то попросили, потому что у многих, к сожалению, молитва, это только попросить. Я хочу сказать, это должно занимать самое маленькое время молитвы. Самое маленькое. Попросить там все. Больше благодарить, больше хвалить, больше поклоняться Ему. Вот, и молитва на иных языках. И вот вы это делаете только глубоко, осознавая. Также вы можете читать Писание в это же время, тоже глубоко. Пусть это будет не 10 глав. Пусть это будет одна глава. Но чтобы, ну, можно 10 прочитать, и они мимо вообще пройдут. А можно два стиха прочитать. И зависнуть на целый день. Аминь. В этом вот, вот просто в это погрузиться. Главное правильное понятие. А то ты сказал два стиха, и все. Скажешь, я два стиха прочитал и побежал. Не, не, не. Вот зависнуть на целый день, это ключевая фраза. На целый день. Только так. Потому что именно размышлять. Вот что. Читать Библию надо много. Много. Вот чем больше, тем лучше. Но вот именно есть время молитвенное, когда ты погружаешься. И пусть вот несколько стихов, они внутри войдут. И вот практикуйте. И так же, как Давид сказал, стану рано и буду ожидать. Вот вы знаете, мы можем ожидать. Это действие такое. Вот мы помолились, поклонились ему. Не убегайте. Вот в этом ключ. Не убегайте. Вот многие все, там, за маму, за папу, за деньги, квартира, там, да-да-да-да-да-да-да. Все. И я пошел. То есть, да. А Господь, подожди, а я хотел тебе что-то сказать. Куда ты? Куда ты? Это самое главное, друзья. Сядьте. Вы знаете, наше духовное состояние какое? Писание говорит, мы посажены на небеса. Сядьте. Вот сядьте. Закройте глаза. Расслабьтесь. И ожидайте, что Бог скажет вам. Вот это и есть умащивание. Когда Он вас наполняет и что-то происходит. Я хочу сказать, что это очень важно. Особенно, когда мы стоим на перепути. И к нам приходит много звонков и молитв, чтобы мы поддержали. Когда предстоит переезд в другой город. Смена работы. Когда дети должны избрать правильный жизненный путь. Спутников жизни и так далее. Друзья, это очень важно. Выделять это время в поклонении, прислушиваться. И псалмы говорят нам, приходя в Дом Божий, будь готов больше к слушанию. Больше к слушанию будь готов. Приготовь ухо свое к слушанию. И на самом деле я просто хотела сказать, что слушать, конечно, если есть этот навык. Ты можешь, работая, ты можешь, моя посуду, ты можешь, ты идя, главное преклонить это внутреннее ухо, сосредоточиться на Господа, идти с Ним. И это чудо благословения, что Бог не только в тайной комнате, но оттуда ты с Ним следуешь. Вот эта тишина тайной комнаты, вот в этой суете давление кредитов, долгов, больных родственников, может быть, руководство на работе как-то давит или коллеги. Но эта тишина наполняет тебя. Но эта песня наполняет тебя. И для того, чтобы сделать это, нужно так просто. Нужно просто выполнить несколько условий. Мне так нравится послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Ибо надобно, чтобы всякий приходящий к Богу веровал, что Он есть. И Он ищущим Его отвечает, воздает. Друзья, если вы сейчас жаждете принять больше Святого Духа, просто откройте свои руки, поднимите свои лица, просто откройте свое сердце и скажите, Господь, я знаю, что Ты слышишь меня. Ты тот Бог, который ищущим Его воздает. И я знаю, что Дух Твой пронизывает все, глубины Божии. Ты знаешь мое сердце. Я хочу, чтобы этот Дух наполнил и переполнил мое естество, Господь. Я хочу сейчас переживать единство с Тобой. Я хочу сейчас переживать радость с Тобой. Я хочу сейчас пережить утешение от Тебя. И Бог наполнил обещаниями радости, благости все Писание. Он сказал, слабый скажет, я силен. Бедный будет славить меня, потому что он примет от меня свидетельство, что я наполняю его радостью богатства. Я наполняю его пониманием, как обладать этим богатством, как создать это богатство. Потому что я, я Господин неба и земли. И я для Тебя не просто Господин, я Твой Спаситель. И более того, я привожу Тебя к Небесному Отцу, Духом Святым. Мы получаем все, созданное для нас, как для детей Божьих, драгоценное. Мы благодарим Тебя. Сказано также в Писании, когда Иисус разговаривал с абсолютно плотским учителем, учителем евреев. К нему пришел фарисей Никодим и говорил, «Как это родиться свыше, как мне что еще раз в утробу матери войти?» Иисус ему говорит совершенно странные слова. Он говорит, «Дух подобен ветру, который дышит где хочет». Друзья, просто вдыхайте. Дух — это дыхание. Вдыхайте Святого Духа. Вдыхайте, чтобы вы уверовали. Дух Святой в вас, но вам нужно свидетельство, но вам нужно что-то сделать, чтобы утвердилось это свидетельство. Вдохните, и пусть из сердца вашего начинает исходить хвала. Начинает исходить хвала. Если вы просите знамения иных языков, скажите, «Господь, я принимаю это знамение, я принимаю этот дар иных языков. Я хочу, чтобы вот это умощение, действительно, чтобы этот елей, чтобы это лекарство, оно исходило из моего сердца, и чтобы оно обновляло все клетки моего тела. Я вижу, так многим людям нужно исцеление. Елена Алла Есин говорит, что у нее тахикардия, учащенное сердцебиение, камень в желчном, за сердечно-сосудистую систему. Наталья Осинина молится за детей, за рождение свыше, крещение огнем Духа Святого у них. Наталья ходатайствует за исцеление Люба, за разрушение от колдовства, порчи. Много обращений за разрушение вот этих колдовских молитв, каких-то проклятий. Господь, спасибо тебе. Просто принимайте и благословляйте имя Его, что Господь, Ты сейчас, Ты благословляешь. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя, дорогие. Я помолюсь, ты надо за крещение. Давайте. За крещение? Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас Бог здесь, Он с нами, верой. Давайте для начала вместе просто с верой произнесем вот эту молитву. Повторите за мной. Отец Небесный, я сейчас отрекаюсь от всех своих грехов. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в свою жизнь. Я верую в Тебя, что Ты умер за мои грехи и болезни, и воскрес в мое оправдание. И я принимаю дар вечной жизни. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым. Наполни меня Духом Своим. Утверди меня в вере. И дай мне знамение. Говорение на иных языках. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот эта молитва короткая. Вот если кто-то впервые слушает нас, вы должны знать, вы приняли сейчас Иисуса Христа. Вы приняли спасение. И также мы помолились, и вы призвали Дух Святой также в жизнь свою. И я сейчас за вас также помолюсь. То есть положите руку на свой живот. Писание говорит, из чрева потекут реки воды живой. Чрево – это живот вообще. Вот оттуда текут. То есть вы знаете, как кто-то сказал, что духовный человек, наш дух, он находится в чреве. То есть вот где поповин, это же не просто так, это есть связь такая, связь духовная с Богом на самом деле. Да, вот, и положите руки туда. И я сейчас за вас помолюсь. Именем Иисуса Христа. Дух Святой наполни прямо сейчас. Крести те, кто не принял еще тебя. Во имя Иисуса Христа. И я высвобождаю Божию полноту на вас. Я высвобождаю прямо сейчас помазание Духа Святого. И Божию силу на вас. Во имя Иисуса Христа. И как сказано в Писании, из вашего чрева потекут реки воды живой. Когда вы примете Дух Святой. И прямо сейчас верой примите, что Дух Святой в вас. И также верой начните прямо сейчас говорить на иных языках. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. И также еще одно из знамений, что вы крещены Духом Святым. Это вы будете видеть видение и видеть сны. Так говорит Писание. И я просто высвобождаю это на вас. Что вы будете видеть видение. Что вы будете видеть сны от Бога. Во имя Иисуса Христа. И примите прямо сейчас знамения крещения на иных языках. Я это высвобождаю в вашу жизнь. Во имя Иисуса Христа. И как сказано в Писании, из вашего чрева начнут течь реки воды живой. Это помазание, это сила. Во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Божию славу на вас. И проявленное Божие присутствие. Во имя Иисуса Христа я вас благословляю. Аминь. Аминь. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова